Зерно подается на пресса первого отжима. В жмыхе после первых прессов остается еще достаточно много масла, поэтому они поступают на пресса второго отжима. Небольшой завод по производству масла из рапса льна в Заринске. Технический прогон через несколько дней пока объясняют на пальцах. Внутри данных пластин имеются каналы, сюда подается масло и при помощи вот этого материала происходит очистка от механических примесей. Первые капли масла появятся через 20 минут. В сутки здесь планируют перерабатывать 150 тонн сырья, чтобы получить 57 тонн готового продукта. Маслозавод появился на территории Заринского элеватора, который был в холдинге «Изумрудная страна» и долгие годы простаивал. В 2020-м зернохранилище выкупил Гилевский элеватор, входящий в Сибирский экспортный союз «Сеос». У организации действуют уже три маслозавода – Заринский и Четвертый. На Алтае делают ставку на масличные культуры. Ежегодно их производят почти 2 миллиона тонн. Это надо перерабатывать. И высокомаржинально заключается в только произвести масличные культуры. Их перерабатывать – это дополнительные рабочие места, налоги и потом грамотно продать. Поставки с этого завода расписаны уже до марта. Почти всю продукцию будут отправлять в Китай. И сырье, и рапсовое масло в Поднебесной очень ценят. Начиная от биотоплива, резинового изделия. Масло – это фактически компонент практически всех изделий, которые сейчас мы носим. Оно экологически чистое. Его можно легко очистить, достаточно легко, и использовать в пищевой отрасли. Численность людей растет. Особенно в Китае. Особенно в Китае, да. Особенно если произведено на Алтае. По сравнению с Китаем у нас нет ГМО, а в урожае меньше пестицидов. Сырье отправляю в Китай. То есть у нас план не больше месяца. Потому что постоянно идут административные регулирования, какие-то запреты. То масло едет на ура. Скажем так, мало того, государство помогает. У нас российский экспортный центр субсидирует нам ставку. Это примерно 25% от всех логистических затрат. По словам Стрельчука, проблем с сырьем для завода не будет. Треть необходимого уже выращивают участники экспортного союза. Здесь требуются рынку очень большие объемы. Я думаю, что сельхоз, товаропроизводители, они свои посевные площадя в первую очередь будут именно подстраивать на выращивание этих видов культуры. Производство безотходное. Высокопротеиновый жмых можно давать в корм скоту. Вот только на Алтае сокращается поголовье и жмых увозят в Тюмени, Санкт-Петербург. Новое производство – это порядка 40 сотрудников. Для местного бюджета – это налоги. А привлечение в небюджетных инвестиций дает добро инфраструктурным кредитам. Благодаря им в Заренске отремонтировали несколько километров дорог. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.